Антон Павлович Чехов. Лошадиная фамилия. У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная в спирту. Но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние, жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька предлагали каждый свое средство. Между прочим, и приказчик Булдеева Иван Евсеевич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором. «Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство», — сказал он. «Лет десять назад служил акцизный Яков Васильевич. Заговаривал зубы, первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет и как рукой. Сила ему такая дадина. Где же он теперь? А после того, как его из акцизных уволили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то и идут к нему, помогает. Тамошних саратовских на дому у себя пользует. А ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше превосходительство, депешу. Что так, мол, и так, у раба Божьего Алексия зубы болят. Прошу выпользовать. А деньги за лечение почтой пошлете. Ерунда, шарлатанство. А вы попытайте, ваше превосходительство. Доводки очень охотник. Живет не с женой, а с немкой, ругатель. Но, можно сказать, чудодейственный господин. Пошли, Алеша, взмолилась генеральша. Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и не веришь, но отчего не послать. Руки ведь не отвалятся от этого. Ну, ладно, согласился Булдеев. Тут не только что к акцизному, но и к черту депешу пошлешь. Ох, мочи нет. Ну, где твой акцизный живет? Как к нему писать? Генерал сел за стол и взял перо в руки. Его в Саратове каждая собака знает, сказал приказчик. Извольте писать, ваше превосходительство, в город Саратов, стало быть. Его благородию, господину Якову Васильевичу. Васильевичу? Ну? Васильевичу? Якову Васильевичу? А по фамилии? А фамилию вот и забыл. Васильевичу? Черт! Как же его фамилия? Да, ведь я как сюда шел, помнил. Позвольте-с. Иван Евсеевич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо. Ну что же, скорей думай. Сейчас Васильевичу Якову Васильевичу? Забыл. Такая еще простая фамилия, словно как бы лошадиная. Кобылин? Нет, не Кобылин. Постойте. Жеребцов нечто? Нет и не жеребцов. Помню, фамилия лошадиная, а какая из головы вышибла. Жеребятников? Никак нет. Нет, постойте. Кобылицын, Кобылятников, Кобелев. Это уже собачья, а не лошадиная. Жеребчиков? Нет, и не жеребчиков. Лошадинин, Лошаков, Жеребкин. Все не то. Ну так как же я ему писать буду? Ты подумай. Сейчас. Лошадкин, Кобылкин, Коренной. Коренников? Спросила генеральша. Никак нет. Пристяшкин. Нет, не то. Забыл. Так зачем же, черт тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл? Рассердился генерал. Ступай отсюда вон. Иван Евсеич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам. Ой, батюшки, вопил он. Ой, матушки. Ох, света белого не вижу. Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного. Жеребчиков, Жеребковский, Жеребенко, нет, не то. Лошадинский, Лошадевич, Жеребкович, Кобылянский. Немного погодя, его позвали к господам. Вспомнил? Спросил генерал. Никак нет, ваше превосходительство. Может быть, Конявский, Лошадников, нет? И в доме все на перерыв стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей. Вспомнили гриву, копыта, сбрую. В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию. Приказчика то и дело требовали в дом. Табунов, спрашивали у него, Копытин, Жеребовский. Никак нет, отвечал Иван Евсеевич и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух. Коненко, Конченко, Жеребеев, Кобылеев. Папа, кричали из детской. Тройкин, Уздечкин. Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замоченный генерал пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию. И за Иваном Евсеевичем стали ходить целыми толпами. Гнедов, говорили ему, Рысистый, Лошадицкий. Но наступил вечер, а фамилия все еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы. Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал. В третьем часу утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику. «Немеринов ли?» – спросил он плачущим голосом. «Нет, Немеринов, Ваше Превосходительство», – ответил Иван Евсеевич и виновато вздохнул. «Да, может быть, фамилия не Лошадиная, а какая-нибудь другая?» «Истинно слово, Ваше Превосходительство, Лошадиная. Это очень даже отлично помню». «Экий ты, братец, беспамятный. Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился». Утром генерал опять послал за доктором. «Пускай рвет», – решил он. «Нет больше сил терпеть». Приехал доктор и вырвал больной зуб. Сделав свое дело и получив, что следует за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеевича. Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб и по выражению глаз, дома его были напряжены, мучительны. «Буланов, через сидельников», – бормотал он. «Засупонин», «Лошадский». «Иван Евсеевич», – обратился к нему доктор. «Не могу ли я, голубчик, купить у вас четвертей пять овса? Мне продают наши мужички овес, да уж больно плохой». Иван Евсеевич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснул руками и побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака. «Надумал, ваше превосходительство!» – закричал он радостно, не своим голосом, влетая в кабинет к генералу. «Надумал, дай бог здоровья доктору! Овсов! Овсов, фамилия Акцизнова! Овсов, ваше превосходительство! Посылайте депешу Овсову!» «Накося!» – сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. «Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии! Накося!» Антон Павлович Чехов. Хамелеон. Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина. На площади ни души. Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет божий уныло, как голодные пасти. Около них нет даже нищих. «Так ты кусаться, окаянный!» – слышит вдруг Очумелов. «Ребята, не пущай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А! А!» Слышен собачий виск. Очумелов глядит в сторону и видит. Из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой накрахмаленной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, поддавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий виск и крик. «Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии и скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа. «Никак беспорядок, ваше благородие!» – говорит городовой. Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеописанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано «Ужо я сорвусь с тебя, шельма!» Да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала – белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса. «По какому-то случаю тут?» – спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. «Почему тут? Это ты зачем, палец? Кто кричал?» «Иду я, ваше благородие, никого не трогаю», – начинает Хрюкин, кашляя в кулак. «Насчет дров с Митримитричем? И вдруг это подлое ни с того ни с сего за палец? Вы меня извините, я человек, который работающий. Работа у меня мелкая, пусть они мне заплатят, потому я этим пальцем, может, неделю не пошевельну». «Этого, ваше благородие, и в законе нет, что под тварей терпеть. Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете». «Хмм, хорошо», – говорит Очумелов, строго кашляя и шевеля бровями. «Хорошо. Чья собака?» «Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать. Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям. Как оштрафую его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот. Я ему покажу, кузькину мать». «Елдырин», – обращается надзиратель к городовому, – «узнай, чья это собака и составляй протокол. А собаку истребить надо, немедля. Она, наверное, бешеная. Чья это собака?» – спрашиваю. «Это, кажись, генерала Жигалова», – говорит кто-то из толпы. «Генерала Жигалова?» «Хмм». «Сними-ка, Елдырин, с меня пальто. Ужас, как жарко. Должно полагать перед дождем. Одного только я не понимаю. Как она могла тебя укусить?» – обращается Очумелов к Хрюкину. «Нечто она достанет до пальца. Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила. Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь известный народ. Знаю вас, чертей». «Он, ваше благородие, цигаркой ей в Харю для смеха, а она не будь дура и тяпни. Вздорный человек, ваше благородие». «Врешь, кривой! Не видал, так стало быть, зачем врать?» «Их благородие умный господин и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед Богом. А ежели я вру, так пущай мировой меня рассудит. У него в законе сказано, нынче все равны. У меня у самого брат в жандармах, ежели хотите знать. Не рассуждать!» «Нет, это не генеральская», – глубокомысленно замечает городовой. «У генерала таких нет. У него все больше лягавые». «Ты это верно знаешь?» «Верно, ваше благородие. Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые. А это черт знает что. Ни шерсти, ни вида, подлость одна только. И этакую собаку держать?» «Где же у вас ум?» «Попадись этакая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы?» «Там не посмотрели бы в закон. А моментально, не дыши!» «Ты, Хрюкин, пострадал, и дело этого так не оставляй. Нужно проучить. Пора!» «А может быть и генеральская», – думает вслух городовой. «На морде у ней не написано. На меднего дворе у него такую видели. Вестима генеральская», – говорит голос из толпы. «Хмм, надень-ка брат Елдырин на меня пальто. Что-то ветром подуло. Знобит. Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал. И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу. Она, может быть, дорогая. А ежели каждая свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить? Собака – нежная тварь. А ты, болван, опусти руку. Нечего свой дурацкий палец выставлять. Сам виноват. Повар генеральский идет. Его спросим. «Эй, Прохор, поди-ка, милый, сюда. Погляди на собаку. Ваша?» «Выдумал. Этаких у нас отродясь не бывало». «И спрашивать тут долго нечего», – говорит Очумелов. «Она бродячая». Нечего тут долго разговаривать. Ежели сказал, что бродячая, стало быть и бродячая. Истребить – вот и все. «Это не наша», – продолжал Прохор. «Это генералова брата, что на мед не приехал. Наш не охотник да борзых. Брат их не охочь». «Да разве братец их не приехали?» «Владимир Иваныч», – спрашивает Очумелов. И все лицо его заливается улыбкой умиления. «Ишь ты, господа! А я и не знал. Погостить приехали. В гости». «Ишь ты, господи!» «Соскучились по братце. А я ведь и не знал. Так это ихняя собака». «Очень рад. Возьми ее. Собачонка ничего себе. Шустрая такая. Цап этого за палец. Ха-ха-ха. Ну, чего дрожишь? Рр-р-р. Сердится, шельма, цуцик этакий». Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада. Толпа хохочет над Хрюкиным. «Я еще доберусь до тебя», – грозит ему Очумелов. И, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади. Антон Павлович Чехов. Толстый и тонкий. На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флердоранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком. Его жена и высокий гимназист с прищуренным глазом. Его сын. «Порфирий!» – воскликнул толстый, увидев тонкого. «Ты ли это, голубчик мой? Сколько зим, сколько лет?» «Батюшки!» – изумился тонкий. «Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?» Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены. «Милый мой!» – начал тонкий после лабызания. «Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну что же ты, богат? Женат? Я уже женат, как видишь! Это вот моя жена, Луиза, урожденная в Анценбах, лютеранка. А это сын мой, Нафанаил, ученик третьего класса. А это, Нафаня, друг моего детства. В гимназии вместе учились». Нафанаил немного подумал и снял шапку. «В гимназии вместе учились», – продолжал тонкий. «Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег. А меня и Фиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо! Детьми были! Не бойся, Нафаня, подойди к нему поближе. А это моя жена, урожденная в Анценбах, лютеранка». Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца. «Ну, как живешь, друг?» – спросил толстый, восторженно глядя на друга. «Служишь где? Дослужился?» «Служу, милый мой. Калежским асессором уже второй год. И Станислава имею. Жалование плохое. Ну, да бог с ним. Жена уроки музыки дает. Я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары. Порублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как». «Служил, знаешь, в департаменте. А теперь сюда переведен столоначальником, по тому же ведомству. Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось, уже статский, а?» «Нет, милый мой, поднимай повыше», – сказал толстый. «Я уже до тайного дослужился. Две звезды имею». Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой. Казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился. Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились. Длинный подбородок жены стал еще длиннее. Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира. «Я, ваше превосходительство, очень приятно-с. Друг, можно сказать, детство, и вдруг вышли в такие вельможи с... хихи-сс». «Ну, полно», – поморщился толстый. «Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства. И к чему тут это чинопочитание?» «Помилуйте, что вы, с...» – захихикал тонкий, еще более съеживаясь. «Милостивое внимание вашего превосходительства, вроде как бы живительной влаги. Это вот ваше превосходительство, сын мой, Нафанаил, жена Луиза, люторанка, некоторым образом толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощание руку. Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец. «Хи-хи-хи». Жена улыбнулась, Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.